В общем, система мероприятий в структуре лидера. Да, супер, очень интересные мультфильмы. Почему, да, мероприятие ни одно не может провести один человек, да? Это гораздо интереснее и мотивационнее будет, если проводит мероприятие команда. С помощью мероприятий можно на большую массу людей коммуникацировать со своей структурой. Сразу на большую массу людей передавать информацию. Мероприятия бывают с фокусом на продукт, мотивационные, обучающие. Все эти мероприятия очень важны и очень важно их посещать. Не только посещать, но и принимать участие в организации таких мероприятий. Фокус на продукт в системе. Вот обязательно важно, чтобы в каждый каталог или хотя бы раз в неделю, чтобы был фокус на продукт. Наши консультанты, к сожалению, да и мы сами очень плохо знаем продукт. Вот продукт Reflame нужно изучать. Мы можем гордиться многими нашими продуктами, кремами, ароматами, которые получили много премий. И нужно это доносить до людей, чтобы они попользовались, помазали, посмотрели, какой эффект, какая текстура и так далее. Мастер-классы желательно делать хотя бы один раз в неделю. И так, чтобы это было в системе. К примеру, допустим, в понедельник. И все консультанты знают, что каждый понедельник будут мастер-классы. Тогда они могут приглашать своих людей, своих знакомых на мастер-классы, чтобы они посмотрели, какая продукция. Уже сразу тогда эти люди, может быть, станут и консультантами, или хотя бы клиентами вашими. Дальше, wellness-клубы проводить тоже хотя бы один раз в неделю, чтобы побольше людей узнали о нашей отличной продукции, здорового питания. Чтобы больше людей оздоравливали свой организм. Кто хочет похудеть, может на этих продуктах похудеть. Кто хочет поправить здоровье, то есть это продукты всем необходимые. И еще третий, это школа визажистов. Можно сделать... Школа визажистов. Можно делать один раз в квартал. Это повышает профессионализм консультантов, увеличивает средний балловый заказ. И что нам всегда говорят, чтобы была активность побольше. К примеру, многие люди регистрируются, но не все люди делают заказы, да. Потому что в основном плохо знают продукт, не знают, что с этого каталога себе заказать. Поэтому такое знакомство с продуктом увеличивают продажи. Каким образом можно людей приглашать на мастер-классы? Вот такая интересная фишка, которой поделились некоторые лидеры Арифлэм. Что они делают? Они или же на накладную, или же на каталоге консультанта приклеивают наклейки. В понедельник у нас бесплатно в подарок делает вам компания, мастер-класс и так далее. Ну, в общем, как человек хочет, так и приглашает. Но вот можно делать такие наклейки людям, консультантам, чтобы эти консультанты посетили такие мероприятия. И дальше, если он поймет, что это в системе, что каждый понедельник такое происходит, то в следующий раз, если им один раз его понравится, он с удовольствием будет приглашать и своих знакомых. Дальше. Еще вот, смотря какие мероприятия будут проходить в этот каталог, можно распечатать все это и тоже отдавать в руки консультантам, чтобы они знали, что в понедельник там какое-то такое мероприятие, во вторник следующий, в среду такое. И они обязательно придут на те мероприятия, которые им будут интересны. К примеру, мастер-класс. Вот вы видите на картинках, некоторым мы сами можем сделать мастер-класс, да, то есть показывать продукцию, сделать макияж и так далее. К примеру, мастер-класс на ручке, когда много людей пришло, можно сделать так, чтобы каждый человек сам себе сделал, показывая ему, как и что нужно делать. К примеру, сейчас, наверное, вы заметили в каталоге набор для рук, где есть масло, скраб для рук и питательный крем. Да, то есть очень хороший набор, красивая упаковка, которую можно и подарить людям, и вот этими наборами хорошо сделать и мастер-классы. Набор стоил в каталоге 450 рублей со скидкой. Думаю, любой человек, кого вы пригласите и покажете, да, такой этот продукт, не обязательно приглашать в офис, можно такое устраивать, в принципе, у себя дома, или же пойти в гости с этим набором, показать людям, и у вас будут заказы. Уверена, каждый человек, кто попробует эти крема, их обязательно закажет. Дальше, что еще важно? Очень важно, чтобы были показаны новинки на таких мастер-классах, чтобы человек сразу же в начале каталога посмотрел, что это за продукт, новинка, да, и уже мог либо купить себе, либо порекомендовать уже своим знакомым. Также на этих мероприятиях делаем мини-ВВО. ВВО – это возможности Reflame, то есть рассказываем немножко, немного о бизнесе, не загружая людей. Те, кто заинтересуются, будут спрашивать, их можно уже пригласить на следующий день, где уже подробнее будут говорить о бизнесах Reflame. Также акции, недели, каталога, сильная распродажа и так далее. То есть все это можно сделать на одном таком мероприятии. К примеру, как приглашать людей на мастер-классы. Можно вот распечатать, создать такие, или заказать где-то такие сертификаты на два лица. Их можно раздавать на улице, в принципе, просто даже незнакомым людям. Желательно с обратной стороны указать, если вы далеко от офиса, да, это раздаете, указать, как нужно дойти до офиса. То есть, чтобы человек 10 раз вам не звонил, не находя офис, да, чтобы он сразу мог ориентироваться и знать, где этот офис находится и куда ему нужно прийти. То есть, к примеру, написано, да, вас ожидает персональная консультация специалиста, индивидуальный подбор средств, макияж, уход за лицом, здоровье, wellness, масса удовольствия и так далее. Дальше, для консультантов своих можно сделать вот такой сертификат на подарок. То есть, выписать все мастер-классы, которые должны пройти в данном каталоге или, может быть, подряд в нескольких каталогах. Все это выписать. И чтобы с этим, вот с этой листовкой человек ходил на мастер-классы, отмечать, что он пришел на этот день. То есть, к примеру, уход за лицом один день, да, потом на следующем мастер-классе будем говорить о парфюмах Арифлэн, на следующем уход за руками, на следующем о wellnessе. То есть, чтобы этот человек проходил все темы по продукции Арифлэн. Когда мы будем знать и будем спокойны, что у человека дальше уже, может, пройдет все хорошо, так как он отлично будет знать после прохождения всех мастер-классов о продукте. У него будут и личные заказы, и он может стать уже хорошим специалистом, чтобы рекомендовать продукты людям, уметь подбирать их. И по окончании, вот как человек пройдет все мастер-классы, ему можно сделать какой-нибудь подарок, потому что это и есть сертификат на подарок. Дальше. Тематические выставки продукции Арифлэн. Именно вот таким мы не занимаемся, мы вот не делали такого, да, чтобы масштабного. Но, думаю, это тоже обязательно нужно применять. То есть, на большое количество людей, или снять комнату, да, если в офис маленький, какой-то зал. Ставить столы, ну, мы такое проходили не в офисе, честно говоря. Вот несколько столов, на одном столе продукция по уходу за лицом, на другом столе говорят о wellness, на третьем столе там уход за руками, маникюр и так далее. И вот приглашенные люди от стола к столу идут, слушают информацию, что-то променяют, смотрят, интересуются. Очень важно на таких мероприятиях не давить на людей, не говорить там обязательно, что он должен что-то купить и так далее, не навязываться. Если все так будет ненавязчиво, человек сам выберет, что ему нужно, обязательно это купит и обязательно на следующую встречу, да, пригласить своих людей, своих знакомых. Дальше. Какая периодичность должна быть этих мероприятий? Периодичность должна быть этих мероприятий. Встреча директора — это РАЦ-каталог. То есть на этой встрече говорят какие-то презентации нового каталога, мотивация, общение с консультантами, планирование и так далее. РАЦ-каталог, да, обязательно должно быть день признаний. Это чествование, поздравление тех людей, которые сделали какой-то новый уровень. Или же они пригласили много людей, или они сделали хорошие заказы. То есть там королева продаж, лучший спонсор, который пригласил много людей, самый лучший рост и так далее. То есть можно делать такие номинации и от себя, или в общем, вместе скинувшись коллективом, дарить подарки таким людям. Можно просто, чтобы у них бизнес шел лучше. Например, есть книги «Кнук» для консультантов, есть такие книги же и для лидеров. И один раз в квартал обязательно, чтобы была большая встреча «Рифлэн», где собирается до 200 человек. Это уже люди, наверное, с разных команд, с разных структур. Это тоже очень важно, потому что именно такие звездочки, люди, которые делают быстрый рост, они загораются именно на таких больших мероприятиях. Так, встреча директора, план и план проведения такого мероприятия. Можно вот, то есть, да, это такая рекомендация нам, говорит о квадрате денежного потока Киосаки. То есть, это есть люди просто рабочие, есть люди, которые имеют свой какой-то небольшой бизнес, есть люди, имеющие большой бизнес и инвесторы. Вот, в общем, рассказать, что это такое, чтобы каждый человек имел понятие, что такое бизнес, что такое работать. К примеру, я вот как начала работу в «Рифлэйм», почувствовала, что такое свобода, и уже вряд ли когда-нибудь выйду на работу, где есть начальник и так далее, где нету свободного времени, где вот строго с какого-то часа по такой-то нужно обязательно работать и так далее. То есть, человек почувствовал, что один раз свободу, скажем так, на это уже не пойдёт. Следующее. Обязательно нужно, чтобы на таких мероприятиях люди рассказывали свои истории, личные истории. Это очень мотивирует, потому что человек, сидящий в зале, или слушающий, да, он будет думать, это такой же человек, как и я, почему бы не я, и у меня тоже это получится. Это тоже очень важно. Нужно, чтобы были фотографии разных конференций, чтобы человек действительно в это поверил, что всё это возможно. Дальше. Блог презентаций, там, как я говорил, и продукцию можно рассказать, и чтобы люди делились, как они делают продажи, чтобы люди делились, как они приглашают людей. Вот такой обмен информацией тоже очень важен и даёт хороший рост. И желательно, чтобы мероприятие прошло более таким красочным, чтобы были мотивационные ролики и в начале, и в конце мероприятия. Да, мероприятие «Вечер признания». Обязательно нужно сделать такие мероприятия, потому что именно на таких мероприятиях и на больших встречах «Арифлэйм» люди загораются. Когда видишь какого-то человека, просто скажем так, ему он вышел на уровень 6%, ему там подарили аромат «Арифлэйм», да, и сидящий там 3-процентник обязательно, даже, может быть, до этого не думавший, да, о росте, он может, почему бы ещё не выйти на 6%, почему бы не выйти на 9%? И когда эти люди делятся информацией, люди все понимают, что это вполне возможно, просто нужно работать и идти в этом направлении. Хорошо, если эти мероприятия будут какие-то тематические, чтобы в каждый каталог они не были такими однобокими, однообразными. То есть в один каталог «Вечер признания» — это египетская ночь, следующий день — это там говорить, ну, там, об Индии и так далее. В общем, также в этих встречах можно поздравлять королеву продаж, можно приглашать на эти встречи и не консультантов, они послушают, посмотрят, чем люди занимаются, да, что много людей заинтересованных, подумают, почему бы не я, почему бы мне тоже этим не заинтересоваться и не поработать. В общем, встречи и такие командные организации, вот мероприятия, очень мотивируют остальных людей, мотивируют всю команду, и в той структуре, в которой часто происходит мероприятие, бывает всегда хороший рост. И вот моя, скажем так, самая любимая встреча — это большая встреча «Ритплейм». Я сама, наверное, зарегистрировалась, и меня вот звали целый год на такую встречу, и вообще в офис звали, на встречу звали, но я не ходила никуда, я всё, в принципе, почитала через интернет, всю информацию узнала, и думала, я и так всё знаю, что встречи мне эти особо не нужны. Но когда я пошла первый раз на большую встречу «Ритплейм», уже прошёл год, как я зарегистрировалась, и я где-то была на 6%, кажется. То есть я знала, что есть рост «Ритплейм», я всё досконально изучила, но вот почему-то приглашать людей у меня не получалось, и считала, что это вина компании «Ритплейм». вот такая компания «Ритплейм», что люди туда не идут. И когда на встрече, большой встрече «Ритплейм», я увидела, как людей поздравляют, что за то время, что я сидела просто дома целый год, я увидела девчонку, она была на последнем месяце беременности, с большим животом, причём ещё у неё маленький ребёнок был, вышла на сцену, её поздравляли с уровнем открытия 22%, то есть она вышла на уровень директора, при этом она ничего не говорила, то есть ей дали слово, она сказала, что стесняется, не хочет говорить, и спустилась со сцены. И я, сидя в зале, думала, вот я всегда казала, что человек, если выходит на уровень директора, он обязательно должен быть каким-то наглым. Я думала, ну я не такая, у меня вряд ли это получится. И увидела эту девчонку, то есть я поняла, что для меня нет никаких оправданий, да, при этом я, наверное, лучше её могу говорить, и как она сделала. Потом, как бы сказать, за кулисами уже, я её догнала, говорю, как у тебя получилось выйти на уровень 22% с маленьким ребёнком на руках, причём при этом ещё сама беременная, как у тебя получилось. То есть она сказала, я просто каждому встречному рассказывала о бизнесе Арифлэйн. То есть это меня настолько вдохновило, что я заинтересовалась бизнесом, уже думала, как мне что делать. У меня тоже были маленькие дети, и я никуда не выходила, честно говоря, с детьми. И вот тогда у меня появилась идея приглашать людей через интернет. никогда нигде не была зарегистрирована ни в одних соцсетях, вообще этим не интересовалась. Вот тогда появилась идея зарегистрироваться в Одноклассники, и люди, скажем так, которые сейчас со мной, это первые мои люди, это люди, пришедшие именно через сайт Одноклассники. На таком мероприятии очень важно поздравлять людей, показать тем, кто в зале, что есть рост, что есть новые уровни, что пока некоторые сидят и не работают, другие люди за это время растут, получают деньги, получают путешествия. Это очень мотивирует всех остальных. И если человек думает, что он вырастет, не приходя на такие большие встречи Арифлэйн, очень, в принципе, возможно, что он вырастет, но ему тогда либо нужно сидеть в Ютубе, смотреть ролики, получать эту мотивацию, но это несравнимо с тем живой мотивацией, которую получаешь на сцене, со сцены, на таких встречах Арифлэйн, где вживую можешь общаться с людьми. Поэтому, девчонки, старайтесь, чтобы побольше людей из вашей команды посещали такие встречи. Также важны обучающие мероприятия в структуре лидера. То есть это презентация нового каталога, чтобы человек тоже ознакомился с каталогом, знал, как предлагать его, на что делать акцент. Дальше. У нас на сайте есть курс «Навыки успешного консультанта». Сопрощенно мы его называем «КНУК». Из этого курса можно брать тоже отдельно темы, рассказывать об этом. Можно также вести вебинары, то есть передавать через вебинары, через или вживую, или же просто людям говорить, что вот так на сайте есть, посмотрите, обучитесь. Вот человек, который настроен обучаться, он, в принципе, может всё посмотреть и сам. Но обязательно также важно, чтобы вот эти мероприятия проходили в структуре. И вот тоже такое интересно создать группу ускоренного роста. То есть туда вы приглашаете несколько человек из своей команды, может быть, 10 человек, может, 5 человек, может, 20 человек, смотря у кого какая команда. И вот между ними устанавливается такое соревнование, кто на какой уровень вышел. Это тоже очень способствует для роста. Потому что, когда человек сам думает, да, вот выйду на этот уровень, но не получится, так не получится, в следующий каталог выйду. А когда такое соревнование, думает, один человек вышел, второй человек вышел, а как я могу не снижать обещания, а как я могу не выйти на этот уровень? И он постарается делать всё по максимуму. И действительно человек достигает этого уровня, этого роста, разумеется, получает больше прибыли по карьерному росту, да, по маркетингу, плану. Мероприятия для консультантов в структуре. То есть еженедельно должны проходить некоторые мероприятия, да, ежекотовую, то есть это можно быть мастер-классы, где говорится о продукции, где говорится о том, такие тоже мастер-классы, как приглашать людей, как рекрутировать и так далее. Очень важно, то есть с консультантами общаться и даже каждый день. Обязательно в системе еженедельно должны быть мастер-классы, где говорится о wellness, где говорится об уходе за лицом и где говорится о бизнесе. Ежекаталожно можно делать планёжки, то есть на целом на каталог, как работать, да. Также ежекаталожно можно делать какие-то мероприятия. К примеру, у вас в структуре, обычная структура, да, 90% людей – это те люди, ну или 80% людей – те люди, которые покупают для себя. Покупают, изредка что-то продают, может, да, но делают 50 баллов, 100 баллов, 150 баллов. Не сказать, что это хорошие продавцы, да, это люди, которые в основном делают покупки для себя. И вот чем больше мероприятий будет у вас в структуре, если вы хотите, чтобы человек размещал заказ раз в полгода, значит раз в полгода такое мероприятие устраивать. Если хотите, чтобы человек размещал заказ один раз в каталог, значит каждый каталог должны присутствовать в такие мероприятия. И большую мотивационную встречу Reflame делать ежеквартально. Также вот мы вот начали работать вебинарами, чему я очень рада, это очень хорошо способствует тоже росту и обучению, ведь не все люди могут приходить в офис, а некоторые люди живут слишком далеко. Но вот посещать вебинары может любой человек. Тем более сейчас можно заходить на вебинары через телефон. Раньше можно было только через ноутбук или компьютер. Делать такие, через вебинары обучать людей и постоянные скайп-чаты, ну как у нас есть ватсап-чаты, это тоже очень важно быть на связи с своими консультантами. Вот тут план проекта Деляли Абрамова из города Набережные Челны. Вот у нее такой интересный план. Она берет человека конкретного, чтобы он стал директором и рефлейм, да, но не бесплатно. То есть человек платит за то, что его будут обучать и с ним работать. К примеру, всего это выходит где-то в 2000 рублей. То есть все обучение выходит для него в 2000 рублей. Сказать честно, если человек за это время, то есть за 70 дней выйдет на уровень директора, в 2000 это ерунда. Но человек, заплативший деньги, да, он скорее всего будет работать хорошо, будет посещать встречи, будет посещать мероприятия. Вот как у нас часто получается, человек говорит, да, консультант говорит, ой, хочу быть директором, хочу расти, хочу работать, но при этом не посещает мероприятие, не приходит на планерки. И какой из него тогда директор, какой из него тогда вырастет лидер. А вот таким образом, если человек заплатит за все это, он скорее всего будет посещать. А если будет посещать все мероприятия, то скорее всего и будет у него рост. Дальше тоже взято из команды Диляры Абрамовой. В общем, эти у нее вебинары проходят каждый день на различные темы или почти каждый день. Все вебинары заранее записываются, все консультанты знают, какой день будет вебинар и уже приходят на интересующую его тему. Вот это то же самое, как приглашать на мастер-класс, как стать визажистом хорошим, как получить больше подарков от Арифлейн, как работать и так далее. Смотрите, еще можно делать выездные семинары, то есть на какой-то площади или еще где-то. То есть тут показано, что важно, чтобы у человека на одной стороне можно говорить о мероприятии, на какое-то мероприятие, приглашение, да? А на второй стороне это как дойти до этого места, чтобы человек не терял времени на поиски. Дальше. Вот смотрите, какие картинки, свое у нас мероприятие. Очень интересно. Очень интересно посещать такие мероприятия оживленные, где больше народа, потому что на таких мероприятиях очень сильно загораешься, больше начинаешь, больше мотивации, хочется прям так и работать. И вот после таких мероприятий у человека действительно все начинается и все получается. Скажем так, до этого ему отказывали люди, да? А на таких мероприятиях он прям загорается, и уже тот человек, который ему отказал, уже не сможет отказать, потому что видит, как у этого человека горят глаза. То есть просто так глаза гореть не могут. Гореть не могут, да? То есть он зажегся изнутри. И это очень мотивирует и дает хороший рост. Поэтому, девчонки, очень важно, чтобы были такие мероприятия в структуре. Важно, чтобы как можно больше людей посещали эти мероприятия. Также важно не только один человек, два человека должны проводить их. Важно включать к своих консультантов такие мероприятия, чтобы они были заинтересованы. Делегировать, скажем так, одному человеку дать задание там оформление зала, второму человеку дать задание там, какие-то футболки, еще что-то, какой-то материал подготовить. Третьему человеку, чтобы он подготовил соответствующие слайды и так далее. В общем, чтобы побольше людей были увлечены вот этот процесс мероприятия. Также, как я уже говорила, очень хорошо устраивает соревнования между участниками проекта. Потому что человек... Такие долгосрочные проекты тоже делать с призом. К примеру, несколько каталогов. Человек подает заказ на 250 баллов, то он получает какой-то подарок. Это тоже можно делать. Это уже для людей, которые более нацелены на продажи, а не на рост. К сожалению, не все люди у нас нацелены на рост. И так далее. То есть придумывать такие фишки на мероприятия, дарить подарки, создавать какие-то акции и так далее. Чтобы мероприятие проходило живо и интересно. Составлять график мероприятия. Желательно, чтобы этот график высел у вас в офисе. Можно сфотографировать и рассылать всем своим консультантам, чтобы все люди знали, в какой день, какое мероприятие должно пройти. И так же, как уже говорила, обязательно нужно чествовать людей, поздравлять их с новыми уровнями, званиями, давать каждому слово. И тогда, может быть, ваше слово, когда до сих пор вы говорили, может, человека не заинтересовал. Но тот и другой человек, может быть, с другой структурой рассказал свою историю. И ваш человек может этим загореться. А еще такое вот, сделать такие вот картинки тоже, да, поздравляя людей с определенным уровнем. Например, вот тут показано, как люди рискнут по турборосту, какие они уровни получают, да, какие деньги за этот рост получают. Это, то есть, дополнительная премия, помимо, скажем так, зарплаты. И, да, и поощрять, как лучший спонсор, как лучший консультант, как лучший продавец. Также более серьезно относиться к тому, что люди приходят в офис. То есть, хочу сказать, вот, не просто так приходи, да, в офис, но если человек стал уже менеджером, объяснить ему его обязанности, что он должен посещать мероприятия в офисе, а уже менеджер должен знать, как проводить презентацию. То есть, нужно уже обучаться, устраивать в офисе такие чаепития с душевными беседами, потому что у некоторых бывает проблема и в доме, и в семье, не все, бывает, разрешают, потому что вначале бывает так, что не у всех сразу виден рост, не все уже там несут деньги домой, да. Поэтому такие душевные беседы за чаем тоже необходимы, чтобы подкладывать человека, решать его конкретные какие-то проблемы. Ну, об этом тоже говорила я, делегирование задач, да, по подготовке и проведению встреч и предприятий, чтобы ваши ключевые консультанты были тоже увлечены в создании мероприятий, не только просто там прийти, посидеть, послушать, а именно какой-то свой вклад сделать в это мероприятие. После мероприятия важно, чтобы была обратная связь. То есть, организаторы мероприятия после такого мероприятия не уходят, они садятся за чашкой чая и обсуждают, что пошло не так, что нужно изменить, что нужно добавить, что откорректировать. То есть, обязательно вот эти встречи тоже после мероприятия должны происходить. Девчонки, у меня всё. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете задавать. Кто из присутствующих был на последнем мероприятии, который прошёл в Розу? Аминат, спасибо большое. Сегодня закрытие каталога, да? Желаю вам всем отлично закрыться, чтобы все свои уровни достигли, которые наметили на этот каталог. Ну, здоровья и удачи! Пока, девчонки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok